Кратко обо мне. Я в IT уже 14 лет. За это время я успел поучаствовать в более чем 45 проектах. На данный момент я занимаю должность Senior Key Manager в Ciclum, Testing Center Excellence. Также я являюсь главой юнита по наручному тестированию и временно уже 4 месяца выполняю роль Head of Testing Center Excellence в компании «Отмосковый». Достаточно большая компания, очень большой отдел, 120 киев. Что же такое качество? Качество, прежде всего, качество требований. В первую очередь требования должны соответствовать тому, что ожидает от вас, от их пользователя, от продукта пользователя. Потом требования должны иметь хорошее качество описания, чтобы их легче было разрабатывать и проверять, соответствует ли продукт требованию. Третий момент, связанный с качеством, это качество самого продукта и соответствие продукта требованию. Также продукт не должен иметь багов и продукт должен выдерживать реальные условия жизни, то есть выдерживать большую нагрузку, у него не должно быть багов с security testing, security и так дальше. И в конечном итоге продукт должен соответствовать ожиданиям конечных пользователей. Тогда он может считаться качественным, иначе непонятно, что сделали. Что же такое же качество процесса? В первую очередь это бизнес value, который приносит ваш процесс вашим заказчикам. Что это может быть? В первую очередь мы должны деливерить функционал часто, мы должны деливерить много функционала, мы должны деливерить то, что запланировали, должны деливерить вовремя. Также бизнес должен доверять процессам разработки, тестирования и результатам процесса. По поводу, что такое качество процесса? Процесс должен быть прозрачным, простым. Люди не должны иметь замечательства, что делать в этот или другой момент. Также все люди, учащиеся на проекте, должны понимать, куда он движется, что будет с продуктом через какое-то время и так дальше. Также это связано с эффективной коммуникацией и решением проблем, очень быстрого решения проблем. Качество должно быть видно, и в конечном итоге команда должна быть довольна процессом. Допустим, если у нас первый пункт, мы деливерим часто, вовремя, но при этом перерабатываем, команда не будет довольна. Соответственно, со временем команда будет еще более демотивирована, еще более демотивирована, и она будет распадаться. Соответственно, опять же, у нас не будет людей, которые будут делать эту работу, и от этого бизнес просто дает. Поэтому это некачественный процесс. Теперь давайте поговорим о том, на чем должны основываться метрики. То есть какой фильтр должен к ним применяться. В первую очередь это definition of done. Definition of done делится на два основных критерия. Первый это какой вид тестирования был проведен, насколько глубоко, и какие результаты этого тестирования. То есть тут мы получаем минимально необходимое количество проверок, а тут максимально допустимое количество багов. Если глубиться в definition of done более дальше, то есть такие definition of done. Первый definition of done – это definition of done the stories. Во-первых, stories должны быть качественны с точки зрения описания, должно соответствовать инвест-критериям. Второй момент. Stories должна быть протестирована девелопером. Unit test должен быть проведен, IP-тестирование, какой-либо там static review, либо peer review. Потом story передается к EA, и EA уже там тестирует ее на соответствие требованиям, которые уже были по умолчанию должны быть качественными. И также мы можем протестировать stories на различных окружениях. И если мы видим, что story какая-то рискованная, затрагивать какой-то другой функционал, провести селективный рейс. В конечном итоге мы не должны иметь багов к приоритетности P1 и P2 для данного функционала или либо функционала, который связан с данным функционалом. И уже ПО в конце принимает решение, готов ли данная story, готов ли данная story, чтобы считаться definition of done. Переходим на более высокий уровень. Следующий уровень это sprint, definition of done для спринта. Что тут подразумевается? То есть все stories, которые были там замеджены, они должны быть метить definition of done. Также мы рекомендуем, чтобы в последний момент спринта не замеджили stories, которые рискованные, возможно, принесут какие-то баги, соответственно, сделать продукт нестабильным. Второй момент это cover regression testing. То есть вы для продукта хотя бы на одном environment и самым приоритетным должны провести рейс. И, возможно, смог тесты на других платформах, девайсах, чтобы проверить, что там нет явно каких-то compatibility проблем. И если у вас есть какие-то интеграции с set-party компонентами, то, соответственно, надо с ними проверить, что они работают. Интеграция с ними работает. И опять же, мы на выходе спринта не должны иметь бага приоритетности P1, P2 в общем для продукта. и продукты, с которыми, ты говоришь, и наш продукт не должен ломаться от того, что мы там что-то не так сделали на уровне API. И уже в конце главный продукт вонер принимает решение, готов ли спринг или не готов. И если мы уже посмотрим, выйдем на более высокий уровень, следующий уровень, это release readiness criteria, дневнический нодан, так называемый. Какие тут есть отличия? Первое отличие это full regression testing. То есть тут вы уже должны сделать полную рейсию на всех платформах, более глубокое тестирование на платформах более низкого приоритета. Также, если мы говорим уже о тестировании, интеграционном тестировании, проверке, как работает там с set-party компоненты, как мы с ними интегрируемся, то тут мы еще должны учесть тот момент, что у нас могут быть какие-то concurrent релизы, и они не должны конфликтовать с релизом нашего продукта. UET должен быть пройден и еще тут добавляются такие виды тестирования, как performance, security и другие там, возможно, специфичные для вашего продукта. Опять же, мы не должны тут иметь P1 и P2B в конце и решение о том, готов ли продукт, релиз или не готов, принимается уже коллективно. QE участвует в этом процессе, релиз менеджеры, head of development участвуют. То есть все люди должны принимать решение, все люди, которые, все стих-холдеры должны принимать участие в принятии решения, готов ли продукт к релизу или нет. Также еще один важный момент. Все баги, которые имеют более низкий приоритет, должны быть проревьюены и запланированы, когда они должны быть фиксированы. То есть definition of done, что вам диктует? Оно диктует вам, какие тесты активности вы должны выполнять и какие метрики вы должны мониторить. А теперь давайте поговорим про метрики. Какие есть типы метриков? В первую очередь, это quantitative метрики, те, которые можно почитать. Допустим, количество страниц какой-либо книги. Следующая группа метриков – qualitative метрики. Это эти метрики, которые характеризуют мнение людей о продукте и так дальше. Допустим, хорошая книга, интересная, техническая и так дальше. Если еще углубиться дальше, то метрики бывают абсолютные, релативные, когда мы одно значение по отношению другому сравниваем. И derivative метрики, производные метрики, то есть, которые используют первые две метрики и в итоге в результате сложных вычислений получается какая-то цифра, которая показывает какое-то значение полезное. И следующий момент – это для чего нужны метрики. В первую очередь, чтобы измерять цель, достигли ли вы какой-то цели. Допустим, что у вас нет смещенных релизов. Вторая метрика, цель – это actionable. То есть, вы на основании метрики принимаете решение, что вам надо что-то делать. Допустим, у вас много критических багов в конце спринта. Соответственно, надо этот вопрос эскалировать. И последний момент – это predictive метрики. Вы можете предсказывать, когда продукт, допустим, будет зарелизен. Если говорить о стадиях, когда метрики нужны, то я разбил это таким образом. То есть, первая стадия – это implementation period, где мы ежедневно мониторим качество продукта на каких-то динамических бардах. Вторая стадия – это когда вы шлете отчеты, срез делаете по качеству продукта. Это может делаться, допустим, в конце спринта перед демо, либо перед релизами, либо во время стабилизационного периода, когда вы каждый день раните регрессию. Либо еще есть такие виды репортов, кей-реманды репорт, когда вы там напоминаете о том, что у вас какие-то там критические проблемы либо какие-то там блокеры, пишите письмо либо в чате. И последний этап – это когда вы уже после релиза в спокойном себе режиме какие-то метрики мониторите, решаете, все ли хорошо у вас с релизом, хорошо у вас с продуктом и так дальше. Давайте поговорим о первой группе метриков. Кей-метрики для ежедневного мониторинга. Что? Какие цели они приносят? В первую очередь, показывает качество продукта текущего. Второе – сколько функционала было сделано. И третий момент – это успеваем ли мы релизить наш продукт, то есть успеваем ли мы выполнить функционал и пофиксить все баги. Следующий важный момент – это то, что желательно и вообще, честно, стройно рекомендует делить баги на такие категории. Это все баги, которые показывают общее состояние продукта. Критический блокер баги, который показывает, что у вас продукт не соответствует релизу релиза в релизе критерии. И там уже другие баги, мейджи там, и лоу-приоритетности, которые говорят о том, что у вас там накопилось много багов, там более низкого приоритета. Ну, они в принципе на релиз не влияют, но когда-то и надо зафиксить, если много накопилось. А теперь, собственно, про метрики. Дефект с репотой байдей. То есть, как я уже говорил, надо делить на критикал и блокер и на все остальные дефекты. То есть таким образом мы ежедневно мониторим состояние продукта, понимаем, что вот баги такие были созданы, и мы не упускаем из вида, берем его в обработку. Да, еще такой момент. Я тут внизу буду писать, везде в слайдах указал, какие гаджеты там, Jira или какие инструменты использовали для получения той или иной метрики. Open defects reported today. То есть, чтобы вам не залазить какой-то фильтр каждый раз, чтобы посмотреть, какие баги были созданы сегодня, вы можете просто какой-то гаджет подобного типа добавить на борт и видеть, вот такие баги были сегодня созданы. Open defects by component или платформа, то есть девайсом. Что это показывает? Это показывает, какой компонент по сути не готов к релизу либо какая платформа нестабильна. И опять же, делите на блокер, блокеры critical баги, и другие баги. Также данную метрику можно поделить немножко, посмотрим по другим углам, то есть те баги, которые были созданы для текущей версии продукта. Они могут уже иметь состояние закрытые, но при этом они, скажем так, говорят вам о том, что возможно этот продукт или платформа несет дополнительные риски и требует дополнительную селективную регрессию, например, если много багов было создано для данного компонента. Следующая метрика – это критический open bugs. По сути, вот это вам показывает готовы ли вы к релизу. То есть вы можете посмотреть их статус и понять, успеем ли мы их зафиксить к концу спринта. Следующая метрика, которая показывает качество продукта – это открытые баги, разбитые по приоритетам. Что еще можно мониторить? Not in sign-in bugs. Почему not in sign-in? Потому что эти баги говорят о том, что они просто забыты, возможно, они вообще потеряны, либо not in sign-in critical bugs. То есть это может быть либо по фикс-версии, для спринта мониторится, по девелоперу, либо для больших команд, по команде. Значит, они взяты в обработку. А критические баги, поскольку они являются частью definition of done, они должны зафикситься очень быстро. Следующая метрика – это workload. То есть workload по команде, по девелоперам, по QE, который показывает, сколько багов зависит от этого человека. Понимая, на каком моменте спринта мы находимся сейчас, можем понять, успеем ли мы их зафиксить и не перегружили к какой-то QE или девелоперам, возможно, переспределить задачи между ними. Следующая метрика – это release scope status by developer. По сути, это как бы то же самое, что мы видели на предыдущем слайде, но тут уже больше, более детально разбито по статусам. Таким образом, мы можем понять, какой девелопер или команда работает на какие метрики, в каком они статусе. Тоже опять можем сделать выводы, готовы ли мы там зарелизить наш продукт. Stories bug status by fixed version. То есть тут у нас есть фикс версия продукта, то есть то, что мы, в принципе, хотим там заделиверить в текущем релизе либо в спринте. И мы смотрим баги, в каком они находятся в статусе. И выводы, в принципе, можно сделать то же самое, что с предыдущего, предыдущих метрик, успеваем мы ли зарелизить данный продукт. То есть это можно отдельно мониторить для stories или багов. И уже такая общая метрика, которая показывает там статус релиза. Для этого используем релиз report. Видим, что у нас половина фич там сделана, там 40% в импоррессе. Тимпундаун все знают, поэтому я пропускаю его. Да, для больших команд на моем последнем проекте сделали такую интересную вещь. Сделали отдельный борт, который собирает все критические проблемы, которые были там для всего продукта на одном борде. То есть таким образом мы всегда имеем возможность посмотреть, что за критические проблемы у нас есть, на какую команду они засунили, на какой у них статус и так дальше. То есть когда вы работаете в больших командах, эта проблема действительно существует, баги теряются, вы не понимаете, в какой команде они находятся, в каком состоянии и так дальше. То есть рекомендуем для больших команд сделать такой борт. Теперь давайте поговорим про релизы. Что важно для релизы? Первая вещь это разбить статусы фейлит статус на две или три категории. Фейлит с критикалом блоки багс и фейлит с мейджи и лор парарити багс. То есть таким образом, несмотря на результаты релизы, я вижу, что у нас есть фейлит баги, но они зафейлены с незначительными проблемами. И только вот маленький моментчик, пару багов у нас есть критических. Таким образом, менеджмент сразу может понять, насколько позитивны результаты релизионного тестирования. Также мы еще добавили на последнем проекте такой статус фейлит байд от автоматит тест, потому что у нас система тест-менеджмента интегрирована с формоком по автоматизации. Поэтому мы имеем возможность потом пройти эти баги вручную, чтобы проверить, что это действительно фейлы, а не просто зафейленный automation тест по коэфферсионным проблемам или связи с их нестабильностью. Как можно делить результаты релизионного тестирования? В первую очередь, это по мейлстоуну либо по циклу. Важно, чтобы вы разделяли циклы по такому критерию, какую вэлию он приносит. Допустим, первый цикл первый фейдбэк по качеству продукта, второй цикл эксплуатрии тесты, третий цикл confirmation тесты, чтобы вы понимали, мы закончили цикл и мы принесли такую вэлию этим. Как еще можно делить релизию? Это по продукту, то есть, извините, по компоненту, по платформе, по приоритетности либо по типам тестов. А теперь давайте поговорим про отчеты, регулярные отчеты по качеству продукта. Первый вид отчета это sprint report. Что тут можно указать? В первую очередь, это story delivery rate, то есть, сколько stories у нас было completed versus stories committed на текущий спринт. Также можно тут уже углубиться, указать, что там столько stories все-таки соответствовали definition of done, столько stories, у нас как бы не были переведены в следующий спринт, там по каким-то причинам, указать связанные с этим риски, рекомендации и так дальше. Также вы можете отдельно уже указать результаты релизии, кросплатформное тестирование, либо services testing. и важный момент, что вы должны постоянно указывать, какие важные виды тестирования не были сделаны и какие риски из-за этого появляются и привести рекомендации, что надо сделать следующее. Возможно, дополнительные релизии провести. Указать, какие баги у нас были открыты. Это критические баги, все, какие открыты для продукта. Вы можете либо список их указать, либо предоставить link to Jira и похоже сделать для major bugs открытых для текущего спринта. Тут уже достаточно предоставить просто link to Jira. Также можно указать, какие компоненты у нас имеют наибольшее количество проблем, какие они нестабильны или платформы. То есть они по сути не готовы к релизу. И сделать уже general conclusion. Какой еще есть отчет по регулярной отчетам? Ration testing report. То есть ежедневно, когда вы проводите рейсию либо после окончания какого-либо цикла, вы предоставляете результаты прогонной рейсии. Тут надо указать название цикла, предоставить результаты в виде графика, опять же указать, какие баги были созданы и какие вообще имеются. созданы и какие имеются. Также желательно указать, сколько вам времени надо, чтобы закончить последующие рейсионные циклы, если вы, допустим, не успеваете, либо будете их заканчивать раньше времени. Ну и так дальше, как на предыдущем отчете. Также, если есть необходимость, вы можете сделать релиз рейс report, он по сути является комбинацией двух предыдущих отчетов, поэтому на нем детально останавливаться не буду. Какие тут есть отличия, мы добавляем результаты нефункциональных тестов, и мы еще делаем референс, какой функционал не готов к релизу. На данном слайде видим пример простого такого отчета, который каждый день во время регрессии шлется на одном из наших проектов. Мы видим, что тут для какой версии было сделано тестирование, какой регрессионный цикл, какие там проблемы дополнительные есть помимо регрессии, какие у вас баги есть приоритетности P1, P2, то есть блокер и критикал и другие баги. Также, какие следующие виды тестирования мы должны привести и результаты в прохождении последнего цикла релиза. То есть не надо загромождать ваши отчеты, заказчику это не нужно. Это отчет о готовности продукта к релизу, а не эффективности процесса. Что еще можно включать в регулярный отчет? То есть эскалация критические проблемы, о том, что у нас очень много проблем другого типа накопилось, эскалация о том, что у нас очень много допустим stories не было передано на тестирование там середины спринта, соответственно мы не успеем их потестировать. И так дальше. То есть не стесняйтесь, пишите имейлы, уведомляйте ваших девелоперов, там project менеджеров, чате о том, что у вас все плохо. А теперь давайте уже остановимся на метриках, которая показывает, как качество продукта меняется со временем, как процесс у вас улучшается при применении тех или иных мер. Как вы должны тренды группировать? То есть это можно группировать по малстонам, можно группировать по каким-либо промежуткам времени, допустим, время начала или окончания спринта, соответственно, вы тут можете использовать GQL, чтобы метрики подобного типа выводить. Там created, в такую-то дату там status changed, в такую-то дату там sunny was in user, то есть в прошлом. И последний к мастон, который может использовать спринты, но я их не использую, потому что спринты могут ищут убираться и соответственно метрика будет неактуальна. Давайте перейдем к практике. Found environment. Что эта метрика вам говорит? Она говорит вам о том, что баги просачиваются на поздней стадии разработки. То есть тут видим критические баги, видим, что у нас какой-то из спринтов, релизов, у нас почему-то напротив аж 7 багов. Возможно во время того, как мы деплоились, у нас новые какие-то проблемы появились. Возможно связаны с тем, что у нас environment production несоответственно тому, что у нас есть на QA environment. Возможно конферкционные какие-то отличия. Либо там QA из afq или. То есть после анализа таких бордов вы должны сделать ретроспективы и подумать о том, что являлось проблемой и как этого избежать. То же самое можно получить для всех багов. Следующая метрика bugs by parity any status. То есть версии она вам показывает насколько вы улучшаетесь в качестве для продукта. То есть абсолютное число багов. Тут мы видим, что мы улучшаемся. Должно меньше critical быть, меньше блокеров. Все это постепенно должно сводиться к минимуму. Не на нет, а к минимуму, потому что не бывает процесса без критических блокеров багов. также такой важный нюанс, что если ваша команда увеличивается либо product increment увеличится каким-то образом, то эта метрика не всегда показывает валидные результаты. То есть вы начали деливерить больше функционала, соответственно стало больше багов. Но тут график увеличивается, но это не значит, что вы начали ухудшаться процессы. Я покажу вам на другой метрике, как избежать этой проблемы. И то же самое можно промониторить для открытых багов. То есть тут мы видим, что у нас по каким-то версиям остались почему-то критические баги, ну открытые, но что-то странное, они потерялись, заблокированы каким-то функционалом. То есть надо срочно посмотреть, что там не так. Следующая метрика это root cause, разбиение багов по root cause. Какие виды root cause могут быть? Первый это frontend, то есть баги связаны с frontend, backend, либо какой-то mix root cause. Frontend плюс backend. Следующая root cause, это пати компонент, и еще environment issues. То есть можем регулярно мониторить, что было root cause для проблем и смотреть на то, что мы улучшаемся, пытаемся справить данный root cause. Вот тут мы видим, что у нас frontend и backend являются основным root cause для блокиров исчез. Какие выводы можно сделать, например, backend багов, половина багов критических находятся на backend. Знаете, что вам надо перетестирование сделать, если у вас его нет? То есть элементарная просто вещь. Critical block bugs. Created versus sorry. Created versus result, кумулятивная метрика. Отдельно лучше мониторить для критических багов, потому что критических багов, оно по сути должно быть похожего типа. То есть всегда должно быть результ больше, чем критических багов. Также отдельно можете мониторить для всех багов, то есть смотреть, какой у вас долг по багам собирается. Тут мы видим, что мы явно не стабилизировали продукт. Если вы там релизите раз в три месяца, то он вообще не готов. Еще есть такая метрика bug depth, то есть количество багов, которые были открыты в спринте, минус баги, которые были зарезованы в спринте, плюс они там аккумулируются. То есть мы видим, что для критических багов оно по сути должно быть либо отрицательное за данный промежуток времени, либо близкое к нулю. А для всех багов видим, что у нас накопилось около 300 багов. Наверное, ему надо делать какой-то багатон. Что еще можно мерить? Можно мерить количество стоиц, которые вы заделивировали от спринта к спринту и соизмерять их, сравнивать с количеством багов. По сути вот эти тренды они должны идти, они должны быть идентичны, возможно багов должны быть меньше. Тут надо обращать внимание на аномалии. В данный момент мы заделиверили мало сториз, при этом у нас было очень много багов. Надо разобраться, почему так произошло. То есть value принесли бизнесу маленько, а багов много. Возможно какой-то рынок замегрировался, какие-то проблемы с данными. Разберитесь в этом. И вот метрика, которую я вам говорил ранее, которая покажет соотношение багов на story point. Она показывает именно качество процесса. То есть если у вас команда увеличилась, все равно эта метрика не поменяется в абсолютной величине. Что тут надо мониторить? Отдельно для критических багов, поскольку они входят в definition and down для релиза и спринта. Вот мы видим, что вот тут мы перешли на новый процесс на одном из проектов и вот у нас количество критических багов уменьшилось значительно. Также вот мы в последнее время вообще начали их еще меньше. То есть находить на более ранних этапах, возможно локально во время статического тестирования. То же самое можно мониторить для всех багов. Какие еще есть вариации bugs versus story points? Это может быть bugs по developer, bugs по requirements, bugs по тысяч строк кода и еще такая последняя интересная метрика это время потраченное на fix багов деленное на время потраченное на разработку story points. То есть на разработку stories. Эта метрика вам показывает сколько по сути скажем так допустим что 30% времени которое вы застиметили на ваши story points по сути уходит на баги. И будущих стимейтах будущих проектов эта величина вам поможет сделать более точный стимейт. Fix rate. То есть это количество багов закрытых по отношению к багам открытым. Для критических багов оно должно быть 100% и более. То есть они должны постоянно закрываться. Для всех остальных багов это где-то 80-90% это хорошо. Вот мы тут видим что у нас был какой-то пробел наверное это связано с предыдущим графиком как вы видели там количество багов было большое. То есть это не хорошо надо делать анализ. Какую еще важную метрику хочу провести? это количество Average Age для критических багов. То есть сколько времени вам занимает чтобы пофиксить критическую багу. Это очень важно. То есть если ваши критические баги фиксятся недели, то соответственно вы стабилизируете продукт будете недели. Если ваши критические баги вот есть такая метрик average timing status допустим open status в open status находится более 4 часов это значит что на нее никто не обращает внимания у вас проблемы с процессом у вас баги не скалируют на это надо обращать внимание. Cumulative flow chat который показывает в принципе батальники процесса тут мы видим что deployment занимает очень много времени все остальные ждут пока он закончится также эта метрика показывает когда мы в принципе уже готовы зарелизить продукт на разработку заканчиваем видим что бэклог уменьшается со временем и так дальше. Как еще можно скажем так мониторить баги это может мешает даже некоторым людям отойдут разбиение багов по компонентам либо по платформам то есть смотреть какие платформы у нас имеют больше багов как эта статистика меняется со временем возможно вы видите что какая-то платформа у вас имеет много багов вы начали уменьшать технический долг для нее и с помощью этого тренда вы можете понимать эффективно ли вы работаете в данном направлении еще такие интересные метки sprints and business metrics то есть что тут может ходить estimated accuracy то есть сколько то есть estimated amount of work versus actual amount of work насколько эффективно вы эстимируете вот в принципе это предоставлено на данном графике что и минус один показывает том что либо мы переистимеетели либо недоистимеетели story delivery rate который я уже ранее упоминал percentage change request время которое нужно стоимость change request и стоимость дефекта вот эти последние метки очень как бы интересные проекты где вы предоставляете сервисе модель можете показывать заказчику смотрите 30% change request вводишь спринт и это будет тебе стоить столько денег и соответственно у нас сроки релиза отсрочится на два месяца и также можно отдельно мониторить время стоимость фикса дефектов average time to fix дефект умноженное на average rate в деньгах developer на проекте эти метки можно мониторить по трендам по спринту либо получать general value в конце проекта следующий важный метр это user satisfaction не всегда получается мониторить но желательно как-то обращать внимание на нее если у вас есть подобные отчеты первое это количество hotfix которые мы после deploy вынуждены были сделать пропустили вторая вещь количество критических багов найденных конечными пользователями и всех багов найденными конечными пользователями и отдельно вы можете мониторить customer complaints отчеты по customer complaints смотреть какие слабости ваш продукт имеет или там customer feedback обращать внимание что они чаще всего используют что им больше всего нравятся продукты что это вам покажет это вам покажет какие у вас есть слабые стороны продукта насколько он соответствует требованиям пользователя и поможет вам исправить фокус на разработке и тестировании то есть вы знаете что часть функционала используется очень часто соответственно надо более глубоко тестировать и не забывайте о квалитатив метрикс то есть если вы хотите понять насколько там эффективны ваши процессы на проекте то вы можете также узнавать информацию из курилок из one to one регулярно с людьми которые вам репортят либо которым вы репортите также можете регулярно проводить респективу если там во время респективы поняли что явно что-то не так с процессом можете запустить какой-то анонимный survey и в конечном итоге если вы уже понимаете что все уже что-то не так можете пригласить каких-то внешних аудиторов которые там проведут ревью процессов анализ продукта архитектуры и так дальше теперь как можно мерить эффективность команды давайте в первую очередь остановимся на разработчиках то есть что тут можно мониторить количество reopenet багов то есть reopenet ratio то есть сколько у нас багов было по сравнению с теми которые были зарезованы также то же самое можно мониторить для stories и story point delivery то есть эффективность разработчика сколько функционалов он заделиверил и story defects найденных story defects это эти баги которые связаны с конкретной stories то есть таким образом вы можете привязать функционал который был разработан разработчиком и количество багов которые были для него найдены следующий момент это story defects это статистика story defects story points rate который показывает по сути эффективность разработчика и важное замечание к этим меткам надо относиться очень бережно потому что ну девелоперы или QE их воспринимают как бы штыки и это в принципе есть правильно потому что не всегда они показывают валидную информацию поэтому должны еще также собирать qualitative metrics насколько сложным кодом занимается девелопер насколько он эффективен в коммуникации может быть лидер шип скиллы у него какие-то есть и так дальше эти метки можно мониторить по проекту по команде либо отдельного девелопера что можно мониторить для QE если мы говорить о негативных составляющих это количество reject багов то есть reject по какой-либо причине либо в общем количество reject багов то есть это reject rate от sprint to также bug lex to pro то есть критические багов по какому-либо части продукта или функционал почему важно связывать именно с частью продукта и функционала потому что вы можете связать эти баги с каким-либо конкретным QE и потом разобраться почему он их пропустил опять же это можно отдельно мониторить критические блокеры и более низкоприотетных багов также по проект по команду или специфическую QE что еще тут есть количество работы сделанным QE который показывает насколько он эффективно работает то есть это может быть количество story tested количество created test cases created magic багов critical багов важно мониторить их отдельно потому что если QE много багов создает но они все минорные так это неэффективная работа и там уже можно вглубиться в автоматизацию либо уже покрыть такие вещи как количество созданных сетов тест планов какие-то более сложных артефактов участие в саппорте релиза и так дальше и опять же мониторить это по спринту либо тренды какие-то мониторить как эта метрика меняется либо общим для проекта последний метрик это автоматизация то есть метрики связанные с автоматизацией в первую очередь это coverage and result то есть тут можно следить за кавериджем и результатами по юнит тестам по аппи тестам разбивать и по продукту по компоненту и уже отдельно более глубоко мониторить результаты автоматических тестов то есть можно разбить по платформе по типам тестам по правительности и так дальше если говорить о эффективности автоматизации то эффективность автоматизации может мериться таким образом то есть это количество тестов которые мы раним чистота прогона тестов как быстро ранится автоматизация скорость автоматизации то есть сколько мы какой increment в автоматизацию мы имеем от Sprint Act к Sprint 2 и время потраченное на автоматизацию для определенного тест-кейса. Если вы имеете automation efficiency, то это стабильность автоматизационных тестов, то есть сколько у нас false positives, какой root cause для них, какие баги были найдены автоматизацией, критические блоки или другие баги и какие баги были пропущены. И уже в последний момент можно мониторить return on investment. То есть сколько времени потратили на автоматизацию versus сколько времени вы сэкономили ею. И по поводу инструмента, последние слайды. Я уже приводил все эти примеры, скажем так, с указанием конкретных гаджетов в том или ином инструменте. То есть это Confluence, Excel, Jira, Google щиты. И также, чтобы получать какие-то кастомные метрики, мы с Димой Пельвинской делаем такой плагин. В принципе, он уже готов. Мы просто его делаем user-friendly, который позволяет вам получать статистику из Jira в Google щитах полностью автоматическим образом. И потом находить какое-то соотношение между одной статистикой и другой. То есть тут есть линк на тестовую версию. Где-то через неделю мы ее там сделаем user-friendly. И скоро она, наверное, пойдет в продакшен. И она будет бесконтонна. Также я хотел поблагодарить отдельно Дарью Алымову и Сергею Сосницкого, который мог мне определить некоторые метрики и внедрить их в практику на одном из последних моих проектов. И хотел бы маленькую рекламку сделать. Мы где-то через месяц будем запускать курсы от QXPers Pro, Low Testing Essentials. Это будет двухдневный воркшоп по практикам наручного тестирования. Кому интересно, подписывайтесь сюда. Четыре человека сейчас работают над ними. И я думаю, что эти курсы достаточно эффективны. В принципе, все. Не знаю, есть ли время на вопросы. Презентация большая, поэтому пришлось быстро бежать. Немножко запоминался. Да, есть две минуты, я понимаю. Микрофон есть у людей или мне дать свой микрофон? Привет. Спасибо за упоминание о меня. Quality в метрике. Еще раз. Если можешь к слайду вернуться, если можешь так рассказать. Какие самые эффективные методы сбора этих метрик? Именно на каком этапе ты говоришь? Я понял, что ты имеешь в виду. Наверное, вот это, да. Ну, это я как бы расположил их в порядке приоритета. То есть это как бы разговор о курилках показывает вам о том, что это первый знак, что надо двигаться в этом направлении. Потом какие-то one-to-one, это уже как бы второй этап. То есть какой более эффективный, тут сложно рассуждать. Есть еще вопросы? Кто хочет задать вопросы, можете всегда споймать меня в колуарах. Я с удовольствием отвечу на них. Не знаю, есть ли у меня время. Наверное, время закончилось. Давайте тогда ловите меня, если есть вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok